Теперь делать небольшие приветствия, чтобы изначально понимать, о чём вообще, в принципе, тот или иной канал, куда вы попали, с чем имеем дело. Ребята, привет, 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 все, кто присоединяется, глаза и сердечки уже вижу. Этот профиль, конкретно мои эфиры, я делюсь своей точкой зрения на какие-то моменты, на какие-то события, явления и делюсь своим опытом. В конкретно моих этапах пробуждения, о том, что я вижу, какие ко мне приходят озарения, как это бывает иногда. В общем, делюсь с вами конкретно своей позицией и есть группа людей, с которыми резонирует то, чем я делюсь, есть группа людей, с которыми, например, не резонируют. Иногда бывает, что какая-то часть резонирует, какая-то не резонирует. Всё это нормально, абсолютно самое главное нам быть с вами дружными. И если с вами что-то не резонирует, вы всегда можете высказать свою позицию, но делать это с уважением, осознанно и понимать, что вообще имеет какой-то смысл ваше несогласие или это просто вы хотите бя-бя-бя-бя-бя поделать. Бя-бя-бя я вычисляю быстренько. Так, приветствие, значит, у нас состоялось. Поехали, ребята. У нас сегодня интересная тема, она в себя включает всё, как и всё у нас обычно бывает. Как понять, что я на правильном пути? Большое количество людей подсоединяется, кто-то продолжает свой путь, кто-то супер-классный на своём пути, кто-то сворачивает не туда. Поэтому мы сегодня немного на эту тему порассуждаем. Может быть, кому-то эта информация будет полезной. Кто-то, например, чуть-чуть потерялся, где-то там завошкался. Это всё нормально. И я бы ещё хотела, ребята, обратить ваше внимание на то, что я делюсь, я не норовоучаю, я не наставляю, я просто сама проживаю и проживала подобные какие-то опыты, ситуации. Поэтому я не претендую на знания истинные и не претендую на то, что я такая молодец, всё знаю, вам сейчас всё расскажу и вас всему научу. Понятно, да? Посыл, понятие. Что вообще такое понятие, с моей точки зрения, правильности пути? Для меня правильность пути – это когда вы следуете своей аутентичности. Что значит аутентичности? Когда вы ощущаете самого себя, свою истинность, свою уникальность, и вы проживаете свой личный опыт. Когда вы очистились от какой-то пылюги, которая на нас налетела, да, с рождения, и начинаете понимать, что вот он, вот моё ядро, вот он я, и я хочу быть счастливым, я хочу помогать другим людям и, в общем, быть супер-классным. Да, делать то, что с вами резонирует, мы на этом чуть-чуть попозже остановимся. Значит, как понять, да, что на правильном ли я пути? Если вы задаётесь этим вопросом, то вы уже на правильном пути. То есть если вы уже спрашиваете себя, а вообще что такое мой путь, вы уже на правильном пути. Если вам сильно-пресильно плохо, вы на правильном пути. Если вам сильно-пресильно-пресильно хорошо, вы на правильном пути. Поэтому здесь самое главное слушать себя и понять, в какой стадии вы находитесь. Вначале вы какого-то витка, и не забываем, да, что у нас всё идёт по спирали. То есть мы какую-то часть пробудились, потом она пошла оп-оп-оп, потом у нас второй виток, третий виток. Поэтому рост осознанности, он не заканчивается никогда. Развитие не заканчивается никогда. И чем быстрее вы поймёте то, что ничто не вечно, кроме любви, тем проще будет двигаться по дороге, двигаться по нарастающей и проще относиться к каким-то вещам, проще выходить из зоны комфорта, проще с чем-то расставаться, что для вашей жизни уже отслужило. Значит, сегодня также я бы хотела обратить внимание на то, как двигаться, на что обращать внимание. Я буду делиться, опять же, своим опытом то, что я для себя выяснила. Не устану повторять, да, что мы всегда только слушаем себя. Ребята, я буду в каждом эфире это произносить, что самый главный человек – это вы сами, это мы и наши вибрации. Это не говорит о том, что мы эгоисты, это говорит о том, что мы не можем прийти к единству, если мы не пришли к настоящему самому себе. Вот о чём я здесь говорю. Поэтому самое главное – это слушайте себя, своё сердце, свою интуицию и обращайте внимание на какие-то сигналы, о которых я тоже чуть-чуть попозже скажу. Человек, который только-только встаёт на свой путь, начинает, конечно же, интересоваться информацией. Человек начинает думать, как он может себе помочь, как он может развиться. И методологий, и источник информации огромное количество. И здесь самое главное – понимать, что у каждого, грубо говоря, свой ключик от своей личной двери. Да, их может быть несколько, это может быть какой-то набор, но это всё индивидуально. То есть кому-то подошла одна книга или система знаний, кому-то другому подошло что-то другое. Кому-то интересно, о чём говорю я, а кому-то интересно, о чём говорит кто-то другой. И мы никак не противоречим друг другу до тех пор, пока система знаний или вообще информация, которую вы воспринимаете, она направлена на то, чтобы вы были счастливы, вы самостоятельны, чтобы не я была счастлива, не мой какой-то кружок был счастлив, или не мой ашрам был пропиарен, или какая-то там моя компания, а чтобы вы конкретно были счастливы. Вот на это нужно обращать внимание. Потому что когда мы начинаем вроде чувствовать, о, нам вот это нравится, нам это интересно, мы ещё такие немножко неокрепшие с вами, а здесь у нас кто появляется? Эгрегоры, эгрегоры и группы людей, которые вас сначала заманивают чем-то аутентичным, что вам начинают отзываться, а потом вас клешни свои пускают и начинают использовать вашу позитивную энергию в своих личных целях. Такого особенно сейчас, ребята, это сплошь и рядом, потому что в век духовности не думайте о том, что негативные сущности и создания не проникли и туда, они там давно, они прекрасно знали, что будет происходить, и давным-давно многих неокрепших там ждут. Так что обращайте на это внимание. Что такое эгрегоры, да, я прям простыми словами объясню, что это некая также иерархическая структура, которая собирает энергию, то есть которая собирает энергию и использует её в своих целях. И часто они могут быть как будто бы позитивные, как будто бы негативные, но самое главное, что если вы начинаете понимать, что вы даже, если это позитивный эгрегор, начинаете свою силу передавать кому-то другому, молиться какому-то богу, это такой, ребят, скользкий вопрос, я, может быть, на эту тему сделаю отдельный какой-то эфир, да, по поводу пантеонов, богов и так далее, потому что самое главное, к чему мы должны прийти, это то, что мы с вами творцы, и у нас у самих есть божественная энергия, божественная возможность творить и создавать свою реальность, свои миры, в которых мы с вами живём. Что ещё здесь важно сказать, да, что эгрегоры и кое-кто там нас уже поджидает из-за угла со своим пальто, открывает его и говорят, у меня тут здесь вот такая система, и такая система, а хочешь много денег, сейчас я тебе дам заработать, а хочешь потом вот это, ушко востро. Всегда слушайте свой внутренний инстинкт. Несколько очень простых, но действенных способов определить, определить, да, на своём ли вы пути, это ответить на очень простых, да, это прям какие-то базовые вещи сегодня обсуждаем, это ответить на несколько простых вопросов. Ребятки, комментарии пишите, мы с вами по традиции, я отбалаболькаю и потом с вами пообщаюсь, да, почитаем вместе комментарии, вопросы. Первый вопрос, на который вы отвечаете сами себе. Там ли я, где хочу быть? Это касается вот этот вопрос конкретно пространства. Он может быть относительно чего угодно, квартира, район, город, или вы хотите жить на природе, страна, всё что угодно. Когда вы честно себе на этот вопрос отвечаете, вы понимаете, что уже там, если вопрос, если ответ нет, то это может быть зачастую уже признак того, что вы поэтому чувствуете себя некомфортно, поэтому чувствуете, что живёте не своей жизнью. И когда мы перейдём сейчас ко второму вопросу, ребят, когда бывают моменты, что вы можете переехать, но и там, если вы не проживаете свой путь, вы можете чувствовать себя в ловушке, загнанным. У меня такое происходило и не раз. То есть те, кто думает, что я переехала и здесь пять лет живу в исключительной гармонии, счастья и эйфории, вы ошибаетесь, потому что, да, второй вопрос, на который мы отвечаем, люблю ли я то, что я делаю? И когда я начала отвечать себе на этот вопрос «нет», тогда мне всё было не мило. Ни места, ни люди, вообще ничего. То есть мне было... Я была несчастным человеком, я шла не своим путём. Третий вопрос. Счастлив ли я в отношениях? Эти отношения могут казаться абсолютно чего угодно. Семейные отношения, романтические отношения, рабочие отношения, всего, чего угодно. То есть когда вы отвечаете на этот вопрос «нет», это значит, что вы идёте неаутентичным путём своим. У нас эта тема очень, ребят, перекликается с темой работы с тенью. И со многими другими темами, с вибрациями. Ну, мы сейчас больше, да, делаем здесь акцент на конкретно аутентичный путь, в котором мы проживаем. И затем четвёртый вопрос. Знали я, чего хочу? То есть мы, бывает, живём, например, нам всё нормально, вроде бы нам хорошо, но где-то, вот знаете, такое вроде чего-то не хватает. Это часто бывает из-за того, что у нас нету какой-то цели. То есть мы с кем-то разговаривали, не помню. По-моему, да, Алёна, если ты смотришь, у нас с тобой была сессия, и Алёна мне очень хорошую такую вещь сказала про то, что есть хорошая замена правильная слову «мечтать». То есть мечта, она может быть такая иллюзорная. То, что мы у себя в голове рисуем, но вот оно какое-то такое несбыточное. Давайте, мне прям очень понравилась эта идея, говорить образ. То есть есть ли у вас в голове образ того, куда вы стремитесь, кем вы хотите быть, каково ваше развитие в пути. Вот если у вас этого образа нет, то, скорее всего, вы будете чувствовать, что вы не на своём пути, что у вас отсутствует какое-то развитие, что вы находитесь в стагнации. Я уже много раз говорила, что для того, чтобы ответить себе на этот вопрос, знаю ли я, чего хочу, вы отвечаете на три других вопроса. Кто я, куда я иду и что я для этого делаю. Теперь о том, как мы строим свой путь, когда начинаем его прощупывать, неважно на каком мы этапе, на самом начальном, или мы уже двигаемся в своём пути. Очень важно понимать информацию, которая важна конкретно для вас, для нас. Здесь я бы хотела сделать небольшой акцент на то, что бывает такое, что мы чем-то начинаем увлекаться конкретно в развитии пути. Я не говорю сейчас о, например, мы чему-то учимся, и мы можем очень глубоко погружаться. Я говорю конкретно о духовном развитии, о развитии сознательности. И там иногда такие бывают витиеватые учения, но такие уже, знаете, я сторонник, это может с кем-то не срезонировать, я говорю о том, чего я сторонник. Я сторонник простоты. Чем проще, тем для меня лучше. Всегда немножко возвращайтесь назад и всегда задавайте себе вопрос. Вот то, что я сейчас в себе развиваю, это о любви, это обо мне, и если вы начинаете сомневаться, это значит, что куда-то пошла дебря, туда, куда, то, что может уводить от истины. Я на такие моменты попадалась, и как раз вот такое ощущение того, что что-то какое-то замудренное, что-то сильно сложное, все же просто на самом деле, и я постепенно начинала от этого немного растерзисляться и таким образом снова восстанавливалась на свой аутентичный путь. И возвращаясь к тому, что какие-то учения или направления бывают, иногда из нас хотят слепить и сделать из нас тех, кого они хотят видеть, а не кем хотим быть мы. И вот у очень многих, кто занимается духовным развитием, кто занимается осознанностью, ростом, возникают такие иногда конфликты, потому что они начинают, что вообще, притворяются. Это точно так же, как в отношениях ребят. Вот прям такой грубый пример приведу, что поначалу вроде нравились друг другу, а потом начали вовлекаться, притираться, и что-то идет не так. А мы все притворяемся, что все классно, ура, мне нравится, что ты раскидываешь носок. Супер! Я стерплю! Мне нормально! Поэтому вот это, знаете, да, очень такое похожее состояние, когда какая-то система или какое-то направление начинает нас куда-то утягивать, а у нас начинается внутренний дискомфорт, нам это не нравится. Я здесь так же хотела привести свой пример, да, когда у меня вообще началась моя история с тем, что я начала увлекаться философией, системами знаний об вообще осознанности и так далее. Я начала с йоги, это было давно, наверное, лет 8 или 9 назад, и потом начала увлекаться Оша. И я там, я так взахлеб слушала его аудиокниги, мне так это было интересно, и мне это во многом очень помогло. Поэтому я вот сейчас попозже даже сделаю на этом акцент, ребят, да, по поводу того, как воспринимать информацию. Мне это во многом помогло, меня это во многом трансформировало. Но когда я начала чувствовать, что вот это, что-то мне вот это не резонирует, и это начало как раз касаться его учений во взаимоотношениях мужчины-женщины, и что надо все попробовать, и давайте все будем свободны, и меня начало это немножко отталкивать. Вот, сейчас я понимаю, почему я обязательно сделаю эфир моего взгляда на отношения, да, и моего взгляда на близкие отношения, в том числе. И вот с этого момента я начала интересоваться другими системами знаний, и очень себе прям быстро дала отчет в том, что, ну, нет, не надо меня убеждать в том, что это норм. Для меня это не норм, поэтому я не поеду в его общину, и не буду там знакомиться со всеми, и будь такой фривольной девчонкой. Это выбор каждого, ребят. Может быть, кому-то это подходит, и кому-то это классно. Я никого ни в чему не убеждаю, не поймите, меня неправильно. Вот, поэтому на чем бы я здесь хотела обратить, да, остановиться еще раз, что выбирайте, во многих системах знаний есть то, что вам понравится, что с вами срезонирует, что вас трансформирует в лучшую сторону. Но, если вы начинаете чувствовать, что я устал, или мне это больше неинтересно, двигайтесь дальше. Потому что вот это наша какая-то тут вот, знаете, что, ну нет, я же уже вот адепт вот этого, и я буду вот до конца этому следовать, и вот только вот этот учитель прав, или вот это направление для меня истина, да, вас может какие-то рамки загнать, ну, а иногда и вот сделать участником каких-то эгрегоров. Вот, на это хотела бы обратить вашу внимание. Суть всего одна. Суть всего одна. Это понять нашу божественную природу, нашу божественную силу, что мы сами творцы своей реальности, что мы сами себе спасители, и что, когда мы спасем себя, мы спасем весь мир, и вообще всю Вселенную. Вот в этом замысел. Вот, поэтому над чем мы работаем, это над собой, над тем, чтобы очиститься от негативных, навязанных установок, над тем, чтобы разблокировать то, что заблокировано, чтобы поток был свободный и легкий, да, и каждый день идти своим путем будет каждый день быть лучшей версией себя. Вот, по сути, поэтому, чем бы я хотела завершить сегодняшнее рассуждение, что моя работа личная, индивидуальная, которую я провожу с волшебным пенделем, те марш-броски, которые мы готовим, это все, по сути, одно и то же, только разные методики, и я стараюсь сделать все максимально просто. Я объясняю это так, как я это понимаю, меня, соответственно, понимают, и процессы многие становятся гораздо быстрее, потому что мы не тратим свое время на то, чтобы там углубиться в какие-то системы знаний, которые иногда вообще мы уже энергетически можем многое почувствовать с самого начала. И очень большая волна новых звездных семян, там, да, воинов свет, с которыми я работаю, вообще ничего никогда не читали, но они уже знают, о чем мы говорим, потому что есть внутренняя понимание, что есть энергетическое тело, что есть физическое тело, эмоциональное, и, в общем, все это об одном и том же, что у нас есть программы, которые нас блокируют, и это нужно, в общем, осознавать, прорабатывать, опять же, простыми способами, да, не обязательно для этого замудренные какие-то практики, и, в общем, все просто, я за простоту. Вот, в принципе, сегодня я хотела поделиться вот такими размышлениями, будем читать с вами в опресе. Так, пока не вижу. Практически весь материальный мир, космос, какос пишет, практически весь материальный мир, это эгрегор, даже движение руки, коллективное сознание сотни лет формировало их. Когда мы живем осознанно и мы осознанно себя отклеиваем от всего, мы можем суперпростые практики сделать и прописать, что я отключаю себя от любых эгрегоров, в которые я вхожу неосознанно. Это очень сейчас просто делается, поэтому да, естественно, поэтому нужна осознанность, поэтому нужно заниматься изучением каких-то базовых вещей, но кто, к чему мы сейчас идем, если человек что-то делает неосознанно, поэтому весь этот план зачищается, то это не его свободная воля. Вот, потому что свободная воля в принципе была изковерканная, извращена, и мы сейчас это все зачищаем, но да, вы абсолютно, ваш комментарий, я с ним согласна. Да-да, и про эгрегоры еще раз. Школа эгрегор, навязанная семья, навязанная, ребята, навязанная, я еще раз повторюсь, эгрегор, семья по любви, это любовь, это саморазвитие, это состояние любви, государство эгрегор, деньги эгрегор, все, что и существует какая-то система иерархии, это все эгрегоры. Так, Евгения Пэшин, у меня сейчас ступор по работе, после февраля был сильный позыв уйти и что-то поменять, а сейчас вроде опять все окей, но внутри все равно есть чувство, что устала. Вот, вот, как понять, что хочет моя душа? Быть честным с самим собой. Вы остались на работе, потому что вам она нравится, или потому что вам стало более комфортно, а до этого было некомфортно по каким-то причинам. Вот слово комфорт здесь ключевой, то есть есть материальный комфорт, а есть душевный комфорт. Вот, когда у вас есть душевное состояние теплоты и того, что вы самовыражаетесь, тогда все окей. Если у вас внутреннее противоречие, тогда надо писать план действий, как из этого уходить и вставать на более аутентичный путь. Так, ребят, вопросов больше не вижу. Я еще немного подожду, если вдруг кто-то, если вдруг появятся еще вопросы. И мы с вами будем закруглять. Оша. А, еще пропустила. Я тоже начала с Оша. Многие начинали с Оша, ребят. Интересная эта закономерность такая. Так, больше не вижу, ребят, вопросов. А, вижу. Деньги очень сильные. Грегор, их отсутствие временами просто внутреннее убивает, зависимость. Леди Татьяна Арт пишет. Когда будет восприятие не денег, а энергии, энергообмена, тогда поменяется к этому отношение. У меня были очень сложные отношения с денежной энергией, не с денежной даже энергией, а именно с энергообменом. вот, но определенными тоже простыми практиками я это проработала, и есть еще куда двигаться, просто на самом деле все просто. Мы сами себе ставим блоки, и часто, кстати говоря, именно денежный эгрегор иногда играет с нами хорошую роль, что позволяет двигаться именно туда, где энергообмен будет естественным, где он будет потоковым, и часто какое-то отсутствие нас направляет в сторону более истинного пути. Я это испытала на себе. Так, ладно, ребятки, всем хорошей среды. Я бы еще хотела те, кто часто подсоединяется, я хочу сделать опрос чуть попозже, в какое время удобнее выходить в эфир, чтобы выбрать, например, какие-то прям точные дни, когда я буду выходить в эфир, и время, которое для вас было бы удобно подключаться, чтобы мы с вами более эффективно общались. Ладно? Ну все, давайте, все будьте молодцами, все на правильном пути, самое главное, прямо сегодня сделайте что-нибудь такое, что сделает вас более счастливым. Хорошо? все, ребята, пока-пока!